Ручная мельца, крупоружка, как в тот бункер, тоже сюда зерно всыпается, она на многих страницах у людей сохранилась, пользуется. Проваливается зерно между камнями, распределяется по вот этим канавкам и перемалывается. В крупоружках канавки нарезали таким образом, что если крутить по часовой стрелке, крутить легче, по мол, тоньше. И в 19 веке это был женский труд. Но на зубах немножко мука поскрипывает. Ничего не поскрипывает, там все нормально. Хотя находили захоронение, у них сточены зубы были. Но вы попробуйте сейчас хлеб, но что-то не скрипит. Кто-то ходил с напильником, устачивал зубы по ночам. Благодаря вот этому камню, камень называется песчаный кремниесодержащий. Сам по себе камень несет позитивную энергию. Мука, а значит и хлеб, получается цельнозерновые. Угорцев. Да? Да. Да, поверим? Да вот дырка маленькая. Пошли. Да вот. История заманчивая. Вот юноша понял, что диаметр ядер никак нельзя засунуть в это тоненькое дуло. Молодой парень, но оказался прозорливым и даже я это сразу не заметил. Так что не такая уж плохая у нас молодежь на самом деле. Это обвивало соседние деревья. Заранее на ветке таких деревьев развешивались вот те корзины вдоль окна висят продолговатые. Туда собирали наградку, там поспевал, скидывали корзины с деревьев. Они как торпеда летели с косветки, не переворачиваясь. И при помощи заостренного деревянного наконечника втыкали землю. Так собирали урожай местные жители. Они тоже делали вино. Эти старые сосуды на верхних полках были при раскопках найдены на суше в районе Деньжика. Вот пониже стоит гераклейская амфора, 3-4 лет до нашей эры. Ее нашли в море под Анапой. Там проходили основные торговые пути. Я предлагаю вам пройти на дегустацию. Все, кто дегустирует за первый стол к жерам, все, кто дегустил, вводят сюда хлеб. Во всех кавказских музеях проходит дегустация. Люблю кавказские музеи за это. Присаживайтесь, двое человек с этой стороны, трое с той. Я с краешком.